Братва, всем привет! Сегодня у нас уникальная возможность увидеть вживую необычных рыболовов. Некоторые злые языки называют их федерастами. Мы изучим их ареал обитания, повадки и кормовую базу. Что-то там страшное происходит. Тут прям чувствуется закалка, опыт. Вот он, первый конфликт. Это хорошо. Это хорошо запахло жареным. Сергей у нас поскромнее, судя по стульчику. Сравним техническую базу. У меня в два раза больше стульчиков. И у него еще помощница. Так что скоро грянет батл. Александр опять что-то куда-то вставляет. Разграничил территорию и сказал, Сергей, за эту границу не ходи. А то воткну в тебя и показывает, что он в него воткнет. Наш юный рыболов, расскажите, что за штуки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я не знаю, что это за штуки. Но они нужны. Логично? Так сказал папка. Ну, вот это, скорее всего, кусок фидера. Сок. Вот это основание подставки. Наверное. Это не точно. Это прикормка подкрашена в темный цвет. Пахнет шоколадом. Тебе показалось, он ее ест. Запах слегка шоколадный. Ну, мы ее ароматизируем по моему усмотрению. Ввиду того, что обещают, что здесь есть карась. Карась любит запахи вообще необычные всякие. Как действовать первый раз на вододоеме? Ну, как? Найти более-менее вот место. Мы просто нашли из соображений, что удобно подъехать, встать. Сейчас надо попробовать проверить дно. Одним сочувствующим стало больше. А мы только располагаемся. А вот это основной, одно из основных средств оборудования. Нормальное полотенце. Какая-нибудь микрофибра. Потому что руки все время в воде, в прикормке. Чтобы все это не тащилось по одежде и по снастям, надо иметь полотенце. Вот они, эти федерасты, они то воняют, то еще что-нибудь. Какие-то непонятные такие. Вот именно сегодня мы и хотим беспристрастно изучить этих необычных товарищей. Помню, что я был один, как перст. Бродил по берегам братского водохранилища. Никто мне не мог рассказать, что Саня, ты ловишь неправильно. А потом случилось что? Ну, потом постепенно стало популяризоваться это дело. Мы пытаемся пробить дно. Смотри на вершинку и найди аналогию с джиговой проводкой. А можно посмотреть, что же вы туда бросали все-таки? Ну, это просто чебурашка. Чебурашка. Посмотрите, это просто чебурашка. Она большая и тяжелая. И для этого места она не подходит. Обычно я использую вот такое грузово. На нем написано 35 грамм. Плоская, треугольная. Тонет примерно метр в секунду. Ну, то есть, можно выяснить, какое дно, какие глубины нас ожидают впереди. А тем временем Сергей готовит свою смесь. Прикрывая рукой. По цвету прям то же самое, что делал Александр. Ну, собственно говоря, прикормка у нас сегодня базовая одна. Но есть некие секретные ингредиенты, которые мы будем добавлять. И не расскажем Александру? Никому не расскажем. А, даже никому? Да. Но нашим-то телезрителям. Ну, может быть. Лайфхак. Опачки, опа, опа. Берем пакет от прикормки. И не выбрасываем его в кусты. Кладем в него камушек и ставим рядом. Образуется какой-то мусор. Его можно сложить, потом повезти домой. Выбросить в мусорный контейнер. И засорять природу, мать вашу. Вот он наш возмутитель спокойствия. Колокольчик ставится вот. Ну, в процессе. Если будет поклевка и я ее не вижу, я услышу. Инновационные технологии от молодого федериста. О, вот приблизительно такой индикатор поклевки. Работает следующим образом. Нажимает. Звуковой сигнал. И синий свет убиот. Колокольчик прошлый век. Мне кажется, это еще противнее звучит, чем колокольчик. Особенно, если будет несколько. Да. А вот представь, на берегу 50 человек, полная тишина. И вот такой воет постоянно. А вот так потихонечку, потихонечку люди могут прикоснуться к федерному виду ловли. Но некоторые боятся увязнуть в этом. А некоторые по-прежнему месят прикормку. Да, я добавил немножко воды, потому что первый раз прикормка у меня получилась немножко недоуложненная. Это секретный ингредиент. И мне было опасение, что она при забросе рассыпется воздух. Так, получается 45 оборотов, да? Сколько, сколько, сколько оборотов? 45 оборотов катушки. Это что значит? Это дистанция? Это та дистанция, на которой мы сегодня будем пытаться ловить. Но единственное, я боюсь, что она, наверное, великовато. А вы выбрали одинаковую дистанцию или она у вас разная? Нет, я вообще еще хочу померить глубину. Мы ждем испытаний эхолотов. Мне вот интересно, просто никогда я бы не пользовался лод этот тел. Господи, да, Саня? Я думал, это машинка для принятия решения, а это оказался эхолот. То есть чем отличается фидерное утилище от спины? Тем, что даже такую халабуду можно забросить, не боясь поломать. Это их специальный термин. Я постараюсь это сделать медленно. Элегантно. Получаем данные. О, боже мой! Ну, что-то тут у нас... О, целочку снял. Рыба! Вы не поверите! Так она высоко, рыба, не? Так, глубина 2,8. Ну, на температуру прошу не обращать внимания, он, мягко говоря, чешет. Может, ты меня простраиваешь? Вот, 3 метра. Я залежу в пол воды. Так, а она в пол воды вся ходит, да? Рыба идет на глубине метр-метр тридцать. Принял решение заклипсоваться и ловить на 35 оборотах. В фидере чаще всего дистанцию меряют в оборотах катушки, так как... Ну, так проще. А так как катушки у нас одинаковые, хотели бы хотя бы разницу метров в 10 в данных условиях разницу сделать и посмотреть, где будет клевать. Вот смотрите, ребята, планировалось, что они будут соревноваться, а они начинают друг другу помогать. Фидераст. Катушка, пацаны. Это маленькая такая катушка. Ну, у меня рука большая. А катушка просто огромная. Вообще проверяется. Тут под берег бросить, она должна за минуту примерно высыпаться. Теперь мы берем острый-острый крючок, ловим опарышей. Он тычет им куда-то. Определяем, где у них жопа обязательно. А как это сделать? Она у них тупая. А острый край это голова. Мы применяем секретный ингредиент. Он что-то с ними делал. О боже. Он их смазывает. У меня вот где-то этот крючок примерно в 10 номер. А 14 смущает цифры? А 14 это крючок, который в руки взять невозможно. Он маленький. Ну, у меня на снасти крючок чуть побольше. И насажен червячок без опарыша был. Сейчас вот подсадил опарыша, бутерброд так называемый. Ну, ждем карася. Фильдерный заброс, он сильно отличается от спиннингового. И да, я только начинал, мне было тяжело это делать. Потому что спиннингом ты кидаешь резко с посылом вперед. Здесь нужно плавно, нависиком. Проблема в том, что он на дальней дистанции, а ты ближе? Почему у него к лету тянет? Ну, пока не знаю. Мне кажется, проблема в том, что время сейчас такое. Ранее, ранее лето. Кризис, ранее все дела. Мне кажется, что ближе к берегу уже готовится активно к нерезке. Ну, немножко. Немножко вверх. Сейчас, ребята, я понял, как опасно быть оператором. Он, когда сдергивал свое удилище, пытался меня убить. Только опыт и профессионализм и неплохая реакция спасла меня от смерти. Дело в том, что удилище длинное и довольно жидкое. Нужно как можно быстрее ее потянуть. Чем хороша вот такая гребенка? Тем, что не надо сначала поднимать, а потом подсекать. Ну, что-то, наверное, мелочи. Ничего там нету. Он привез нам свежего опарыша. А что это было, Александр, расскажите? Это какой-то танец, бой с тенью или что-то? Тренировка? Да нет, просто поклевка, просто мелкая, какая-то мелкая рыбешка задела, задергала за крючок, но даже ничего с него не сняла. Не успела. Потому что Александр, имея украинские корни, не позволит им забрать его богатство. Нет, просто потому, что процесс ловли начинается довольно медленно. Нужно примерно 10-20 кормушек забросить в одну точку. Чтобы образовалось какое-то облако. Кормовое пятно, да, от него идет вонь во все стороны, которую мы добавили туда. И рыба собирается. Это овод. Ты сбил овода, Саня. Ты не в ПВО служил? Ну, ну, реакция, понимаешь, профессионализм, многолетние тренировки. Где, блин, та коряга, на которую я целился? Почему она уплыла? Расслабленной рукой не надо его держать, как последнюю в жизни хворостину. Как бы... Кормушка бьет по макушке и плавно опускает кончик удилища. Таким образом ты удар смягчаешь, размазываешь по времени. Смысл в чем? Наша прикормка начинает привлекать сначала, естественно, мелочь. Особенно это хорошо видно на подводных съемках. Мелочь просто ураганном толпой бродит за кормушкой. Это трофейный фарваторный рыб. Похоже. Ельчик, это хорошо. А это разве ельчик? По-моему, ельчик. Кто это, Александр, познакомьте нас. На мой взгляд, это ельчик. Обычно, когда на лукоморе в середине лета приезжаем, приезжаем обычно с утра, да, там часов в шесть-семь утра и кормим весь день, да, там, ведро, там, нужно полтора-два ведра при кормке за день и ни одной поклевки нет. И лещ, когда подходит, неизвестно, да, с глубины или, там, с течения, не знаю, откуда она подходит, эта стая, можно за полчаса наловить, там, 10-15-20 рыб сразу. Вот чем цена для меня эта рыбалка? Сидишь, да, отдыхаешь или как единение с природой, а потом начинается такой жор. И если, допустим, на два фидера рыбачишь, то рука не успевает отдыхать, она устает. Осваиваю потихоньку фидер. Вот Сергей ловит три года. Я ловлю первый раз, результат примерно одинаковый, так что есть все шансы. Я поставил просто сейчас три парыша без пенопласта. Но самое интересное, что как только ставили тервяка, поклевки прекращаются. Ну, вообще, конечно, процесс ожидания поклевки фокусирован, так сказать, до предела. Первые рыбалки, когда начала ловиться хорошая рыба, то есть лечь, там, в районе двух килограмм, я ловил себя на том, что у меня сохнут глаза. От того, что я не моргая смотрел на килограмм. Ну, плюс тишина, природа, линение с ней и в то же время пребывание в постоянной готовности совершить очень резкую посечку. Хотя сильно длинную ее не надо. Так, плетенка, она... Ну, тоже что-то дрынькает, мелкая такая очень. Но как-то дрынькает странно. По их терминологии дрынькает, это переводимая игра слов. Ну, отдает в руку. Видишь, как он дрынькает? Это маленький подвисчик. Ну, у него плавник торчит и вообще... Я считаю, что это... Отпускаем? Зачем он такой нужен? Там одни кости. Леска у меня плетеная, еще раз говорю. Поэтому усилия очень жесткие. И чтобы стопроцентно выводить любую рыбу, я всегда отпускаю фрикцион почти в ноль. Всегда можно в процессе вываживания его немножко подтянуть. И обязательно перед каждым забросом фрикцион должен быть затянут. Потому что очень большой вес, ну, кормушку мы забрасываем. И фрикцион, если сдаст в процессе заброса, плетенка просто порежет палец до сухожилия, до кости. Очень болезненные порезы, говорят. Ну, у меня пока случайно такого не было. Пальцы, покажи. Пальцы, вот. Обычно заматывают изолентой, склерозники. Ну, у меня вот получается не забывать. Потерь кормушек за сезон очень много. Из-за этого никуда. Он о потерях хочет рассказать спиннингисту. Да. А ты, федерация, тут опасно. Один бросает, другой, взять. Раз, табилник опасный. Ха-ха-ха. Конечно, у тебя хорошая реакция. Федерация. Да, это у него. Мегабас. Ну и как ощущения с перворыбом? Ну, собственно говоря, это должен был быть карась. Ну, а это окунь. Такой. Ну, его, конечно. Это попытка побега. Да, что-то там есть маленькая. Прям специализация. Но это уже не подлесик, да? Это ельчик такой шершавый. Вот такой вот. Шипами. Приехали. Добро пожаловать. Красивый. Это красивый. Это серебро. Серебряно-лунный цвет, между прочим. Какой, какой еще раз? Серебряно-лунный. Вы что, не видите, что ли? Эстетия. И в этот он серебряно-лунный цвет засовывает свои пассатижи. Ах, ты, надо манок было взять, я бы их посадил. А вон еще они. А какая тут закатная красота. Иногда полезно дипануть. То есть, либо обмакнуть приманку, либо вот побрызгать различными ароматизаторами, которые могут даже в корне отличаться от основного запаха прикормки. С целью выделить на фоне прикормочного стола нашу наживку, наш крючок. Предположительно, тут присутствует карась. Его ловят на всякие резкие и вообще несъедобные ароматы. Типа керосина, ВД-40, бальзам-звездочка, солярка. Там, ну, чеснок. У меня сюда в прикормку добавлен ароматизатор чеснока. Ну, пока это не принесло никаких бонусов. А я думаю, что Цанелый пахнет-то как-то. Вот так вот. Что? Не понятно. О, есть маленький. Маленький карасик. У Александра маленький. Но есть. Скажем так, сегодня мы приехали на водоем. Ну, такой условно разминочный выезд после зимы. Руки соскучились по фидерным снастям, что называется. На фидерную рыбалку, на крупную рыбу. Мы с вами поедем в конце июня. Не пропустите это событие. А пока подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Мы будем с вами общаться в комментариях. Ребята, это что, возраст? Я в шоке. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин